Продолжение следует... Результаты расследования BIS, службы безопасности Чехии, однозначно говорят о том, что весь инцидент возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге, когда один из них намеренно отправил BIS выдуманную информацию о планируемом покушении на чешских политиков. Как сообщил РИА Новости, замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов из Чехии высланы исполняющие обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и его подчиненный Игорь Рыбаков. По словам Брюханова, Рыбакову и Кончакову дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию. Закрыты границы? Тогда просто через 48 часов человек теряет свои полномочия. Страна больше не считает его дипломатом, а просто пассажиром, застрявшим по дороге домой. 48 часов они еще являются сотрудниками с дипломатическим иммунитетом. «Мы — суверенное государство, и подобные акции на нашей территории неприемлемы. Своими действиями российские дипломаты не только напрасно обременили наши спецслужбы, но также осложнили чешско-российские отношения и навредили репутации России в Чешской Республике», — подчеркнул Бабиш. Петр Жичик рассказал, что чешские власти пытались избежать скандала. Министерство иностранных дел Чехии и я лично стремились решить эту сложную и очень неприятную ситуацию тактично, дипломатическим путем. «Мы с самого начала находились в тесном контакте с российским посольством, однако, к сожалению, это оказалось невозможным. Подход Российской Федерации не оставил нам выбора, даже с учетом ответных шагов. Москва обвинила в провокации чешскую сторону. Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения, заявили в посольстве России в Чехии. В российском МИДе добавили, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на высылку дипломатов. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать. Заверили в ведомстве недебильного Лаврова. Вот, 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 даю вам. Дебилы. В российском МИДе отреагировали на решение чешских властей выслать двух сотрудников нашего центра культуры в Праге, объявив персонами Нонграда. На Смоленской площади назвали происходящей провокацией и подчеркнули, что эти действия получат адекватный ответ. Как заявили наши дипломаты, пойдя на этот недружественный шаг, Чехия поступила недостойно и без всяких оснований нанесла серьезный урон отношениям двух стран. 10 мая в телепередаче «168 часов» на чешском телеканале «Сити-1» сообщилось, что якобы именно Кончаков 14 марта привез в дипломатическом багаже рецин. Как утверждалось, об этом чешские власти предупредили некие дружественные спецслужбы. Яд якобы был предназначен для пражских политиков, инициаторов демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу. Власти Чехии объявили двоих сотрудников российского посольства персонами нон-грата. Об этом сегодня заявили чешский премьер-министр Андрей Бабиш и глава Министерства иностранных дел страны Томаш Петрджичек. Имена высылаемых россиян власти Чехии не назвали. Позже в Россотрудничество сказали это исполняющие обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и еще один сотрудник по фамилии Рыбаков. Решение было принято по итогам так называемого рецинового скандала. Ира, добрый вечер. На самом деле это довольно-таки сложная история для тех, кто не следил за новостями, но от этого не менее интересно. Я сейчас объясню почему. Но начнем, пожалуй, с реакции чешской стороны. Сегодня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что информация, что они решили выдворить российских дипломатов из-за недружественного акта, который Россия предприняла в отношении Чехии. По словам Бабиша информация о том, что якобы российские спецслужбы хотели отравить трех чешских политиков, оказалась дезинформацией. И вот по словам Бабиша эту дезинформацию создали и распространили, что интересно. Сами сотрудники российского посольства здесь в Праге, где вот оно находится за моей спиной, давайте послушаем, что еще сказал чешский премьер. Из информации и доказательств, которые я получил от службы безопасности, ясно, что все произошло в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства России в Чехии. Когда один из них целенаправленно отправил в нашу службу безопасности вымышленную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Чешский премьер также сказал, что этот инцидент нанес серьезный ущерб отношения между Россией и Чехией, но по его словам терпеть такие события на территории своей страны он не намерен. Министерство иностранных дел Чехии сегодня сказали, что они пытались решить этот вопрос незаметно, но наладить какой-то контакт с российским посольством в Праге у них не получилось. Имена высылаемых дипломатов также уже известны. Это работники Россотрудничества. Один из них Андрей Кончаков, к его личности мы вернемся чуть позже, и еще один человек Игорь Рыбаков. Ну а пока я напомню вообще, как началась вся эта история. Дело в том, что в апреле чешское издание «Респект» опубликовало свое расследование. В нем говорилось о том, что из России в Прагу прилетел российский дипломат по дипломатическому паспорту, и якобы этот человек из пражского аэропорта сразу поехал в российское посольство. Так вот, чешские журналисты писали, что этого человека звали Андрей Кончаков. Я напомню, что это именно тот самый дипломат, которого сегодня власти Чехии решили выслать. Так вот, по словам чешских журналистов, они ранее писали о том, что Андрей Кончаков привез в Чехию ядрицин, которым он хотел якобы отравить трех чешских политиков, которые в последнее время стали неугодны российскому МИДу. Один из них – Хондар Жейко Ларш. Он инициатор демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Памятник, который был установлен около 40 лет назад в чешской столице, был демонтирован в начале апреля. И вот как раз-таки после этого и началась вся эта история с Рецидом. Еще один человек, которого якобы хотели отравить – это Павел Навотный. Он одобрил ранее установку памятника солдатам русской освободительной армии. Ну и, наконец, еще и мэр Праги Сдена Гржиб. Он ранее инициировал переименование площади перед посольством России в Праге, где мы сейчас стоим, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Я еще добавлю, что после этой истории с Рецидом всех этих троих политиков, имена которых я сейчас перечислил, взяли под охрану. В конце апреля наш телеканал взял интервью у пражского градоначальника, в котором он нам подтвердил, что действительно ему выделили охрану. Но по какой причине это произошло, он не сказал. Мы будем следить за развитием этой истории, коллеги. Ира Сайхан, добрый вечер. Я, прежде всего, хотел бы обратить внимание на то, как эту историю рассказывают российские государственные медиа, в частности, агентство «Россия сегодня» и телеканал «Арти», которые утверждают, что фактически нынешний дипломатический скандал был спровоцирован журналистами чешского издания «Респект», которое первым написало о том, что Андрей Кончаков якобы привез рецин в Чехию для того, чтобы отравить чешских чиновников. Ну, то есть, фактически российские государственные медиа считают, что официальные чешские лица принимали решение о высылке российских дипломатов, основываясь только на публикациях чешского издания «Респект». Хотя чешская страна, как только что Сайхан сказал, утверждала действительно, что чешские спецслужбы были дезинформированы сотрудниками российского посольства в Праге, между которыми может идти какая-то внутренняя борьба. Сегодня первая реакция на высылку российских дипломатов пришла из стен российской Госдумы. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий сказал о том, что у России есть все основания на то, чтобы ответить на действия Чехии симметрично. А вот верхняя палата российского парламента, Совет Федерации и конкретно сенатор Владимир Джабаров решение о высылке российских дипломатов связал с якобы имеющимся у чешского президента Милоша Зэмана желанием приехать на Парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Давайте послушаем, как Джабаров эти связи провел. Дело в том, что лояльный относящийся к РФ президент Зэман не раз говорил, что он поедет на Парад Победы в Москву. Сначала он это планировал на 9 мая, а потом сказал, что когда будет назначена новая дата, он поедет. Вот назначили новую дату недавно. И чехи сделали такой недружественный шаг. Выдворили двух наших сотрудников посольства, рассчитывая на то, что Зэман в такой ситуации отменит свой визит в Россию. Мы сегодня звонили в российский МИД и пытались узнать, действительно ли чешская сторона предлагала российской стороне решить этот конфликт дипломатическим образом, без высылки дипломатов. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала нам, что Россия, Чехия обязательно ответят. Чуть позднее ответ сформулируют. Кстати, сама Захарова раньше обвинение чешской стороны называла, я процитирую, болезненными фантазиями. Позже российский МИД также опубликовал на своем сайте такой короткий стейтмен, такое короткое заявление на эту тему, где сказано, что чешская страна поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. И это сообщение заканчивается фразой, за такие провокации надо отвечать. Кстати, глава Россотрудничества, где работали высланные российские дипломаты, Михаил Брюханов, сказал о том, что российским гражданам сейчас дали фактически 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию. Но как они могут это сделать, учитывая, что самолеты не летают из-за коронавируса, пока не ясно. Российский дипломат привез в Прагу Ятрецин. Так выглядели заголовки чешских медиа в самом конце апреля. Один из главных политических журналов страны «Респект» сообщил, мужчина с российским дипломатическим паспортом прилетел в Прагу, а в портфеле у него лежал смертельный яд. Эту информацию с журналистами поделились источники в спецслужбах. Одновременно с этим полиция взяла под охрану мэра Праги и глав двух городских районов. В последние полгода мэр Сденек Гржип, староста Праги Ржапурея Павел Навотный и глава шестой Праги Онджи Колорш вызывали резкое неудовольствие российского МИДа. Виной всему три истории. История первая. В декабре 19-го Совет района Прага Ржапурея одобрил установку памятника солдатам русской освободительной армии. В России это решение назвали кощунством и обвинили Чехию в увековечении памяти нацистов и коллаборационистов. Впрочем, установке памятника это не помешало. Церемония открытия прошла в конце апреля. Второй повод для конфликта российских дипломатов с пражскими властями нашелся в 12 километрах от площади Ржапурея, в районе Прага-6. В мае его глава Онджи Колорш принял решение демонтировать памятник советскому маршалу Коневу. В Чехии его считают противоречивой фигурой. Маршал участвовал в строительстве Берлинской стены и подавлении венгерского восстания. Вандалы регулярно обливали памятник краской, и маршала было решено убрать. В посольстве России в Праге назвали случившееся вандализмом муниципальных руководителей и направили протест в МИД Чехии. А Следственный комитет России возбудил по факту сноса памятника уголовное дело. Третья история – единственная, не связанная с памятью о Второй мировой войне. В конце февраля 2020-го, в годовщину убийства российского политика Бориса Немцова, мэр Праги Сденок Гржип торжественно назвал его именем «Площадь перед посольством России». Таким образом, оно получило новый адрес – площадь Бориса Немцова-1. Однако надолго посольство там не задержалось и уже через несколько месяцев объявило о переезде. На все три истории российское посольство и Министерство иностранных дел отреагировали резко отрицательно. Когда чешские медиа распространили новость о Рецине и назвали имя дипломата, предположительно приехавшего с ядом в Прагу, представитель МИД Мария Захарова назвала публикации фейком и заявила – отношения Чехии и России пытаются разрушить третьи силы. Продолжение следует...